Всех приветствую, дорогие друзья! Это обзор на мощные пауэрбанки от компании Ugreen. Младшая модель на 100 Вт и старшая на 200 Вт. В этом видео продемонстрирую, что из себя представляют данные гаджеты. Протестирую один из них на разряд, чтобы понять примерную реальную емкость, которую можно ожидать от аппаратов, а также посмотрим на их внутреннее устройство. Кстати, ссылки на эти пауэрбанки будут в описании. Итак, начну обзор с младшей модели на 100 Вт. Полные ее характеристики указаны на коробке, а также на корпусе. Пауэрбанки поддерживают разные режимы быстрой зарядки как своих собственных батарей, так и при зарядке потребителя. Устройства, подключаемые по USB-C, могут заряжаться вплоть до напряжения 20 Вольт и тока до 5 Ампер, что как раз таки составляет заявленную мощность в 100 Вт. Не побоялся, подключил к нему свой смартфон Samsung S21 Plus. Он заряжается от пауэрбанка в режиме супербыстрой зарядки. То есть, все заявленные режимы зарядки должны работать. Батарея у данного устройства литий-ионная, емкостью 12 Ампер часов или 44 Вт часа. Комплект поставки включает в себя, помимо самого устройства, кабель USB-C и инструкцию. Корпус выполнен лаконично. Одна кнопка и пара разъемов. Больше ничего не выделяется. Также имеется экран. При нажатии на кнопку, на него выводится текущий заряд батареи. Пауэрбанк заряжается от устройств, поддерживающих функцию быстрой зарядки. Например, при подключении к моей тестовой зарядке, он заряжается током 1,6 Ампера при напряжении 12 Вольт. Это максимум, что поддерживает моя зарядка. В таком режиме пауэрбанк заряжается от 50 до 100% за чуть более 1 часа. То есть на полную зарядку уйдет примерно 2 часа, если использовать зарядное с такими же характеристиками, как и у моей. Для тестирования на разряд я использую нагрузочные резисторы. Ток разрядки примерно 1,8 Ампера, напряжение 5 Вольт. В таком режиме пауэрбанк отдавал мощность в течение почти 4 часов. До полной разрядки отдал 7000 мАч, что составляет 35 Ватт-часов. Это меньше заявленных 44 Ватт-часов, но в пределах нормы, так как при преобразовании напряжения, часть энергии теряется и выделяется в виде нагрева. Кстати, нагрев устройства при работе не сильный. Максимум, что я зафиксировал, это 44 градуса на одной из стенок корпуса. Что ж, зарядку и разрядку я проверил. Перейдем к обзору содержимого этого черного ящичка. Отклеиваю декоративное оргстекло дисплея. Оно надежно зафиксировано на двухсторонний скотч, похоже на акриловый. Дисплей светодиодный, с большими пикселями, фиксируется на 4 винта. Дисплей подключается к плате при помощи шлейфа, зафиксированного в разъемах на клей. Самопроизвольно отключиться не может. Продолжаю разборку. Снимаю крышку. Она фиксируется на защелке очень надежно. Разобрать без следов будет трудно. Защелки скрытые, не поддеваются лопаткой. Но так как корпус выполнен из достаточно упругого пластика, при разборке не ломается. Также он не должен сломаться и при случайном падении. Внутри располагается батарея и плата электроники. Платы закреплены на винты, а батарея приклеена на герметик, из-за чего достаточно тяжело ее извлечь. Аккумуляторы в батарее крепятся в холдерах. Надежная конструкция. Так выглядит БМС. Не вижу здесь нагрузочных резисторов системы балансировки. Скорее всего, ее тут вообще нет. Поэтому через года два батарея потребует замены из-за разбаланса аккумуляторов. Впрочем, это норма для современной техники. Напряжение на батарее 16 вольт. То есть это сборка 4С1П. Электроника устройства состоит из двух плат. Они соединены между собой при помощи разъемов. На платах имеются MOSFET, стабилизаторы, DC-DC преобразователи и много чего еще, что при необходимости можно будет отремонтировать. На другой плате располагается дроссель основного преобразователя напряжения. Подключение к батарее реализовано через силовой разъем, что тоже очень хорошо. Раздражает, когда при ремонте приходится отпаивать жирные провода батареи. Повторная сборка выполняется без проблем. Использую клей-герметик. Пару слов о модели на 200 ватт. Она имеет увеличенную в два раза емкость и мощность. У нее больше портов зарядки. Больше дисплей, на котором к тому же отображается текущий режим зарядки и даже график потребления. И вообще модель на 200 ватт сама по себе имеет больший размер и вес относительно 100 ваттной версии. Какую модель выбрать, зависит от ваших потребностей. Что ж, подведем итоги. Пауэрбанки Ugreen представляют из себя добротные устройства с надежными корпусами, качественными батареями, собранными на холдерах. И поддержкой стандартов быстрой зарядки, которые используются в самых разных современных устройствах. От смартфонов и до ноутбуков. Подобрать для себя подходящую модель можно исходя из ваших потребностей. Если планируется заряжать устройства типа наушников, смартфона или планшета, то подойдет младшая модель на 100 ватт. Если же предполагается заряжать ноутбук, или условия работы предполагают долгое отсутствие электричества, то порекомендую модель на 200 ватт. Количество пауэрбанков выбирать по вкусу. Еще раз подчеркну, что купить эти пауэрбанки вы можете по ссылке в описании. Что ж, дорогие друзья, на этом сегодня я заканчиваю. Благодарю вас всех за внимание и до скорых встреч!